Всем привет, с вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Сегодня наша тема календарь работ на март или что сеять в марте. Сами понимаете, март самый горячий месяц, в марте сеют все, практически все, но по крайней мере очень много. И пожалуй сегодня мое сообщение будет самое короткое, но при этом самое емкое, потому что я для вас подготовила на семи листах вот такой вот календарь работ. Вы его потом сможете посмотреть. Чтобы снять с себя какую-то ответственность, я скажу, что мой календарь наносит рекомендательный характер. Но тем не менее, здесь я постаралась учесть все. Когда сеять перцы, баклажаны, острый перец чили, когда петуни, гелиотропы, то есть те растения, у которых длительный период от момента посева до зацветания, если еще хотим собрать семена, значит еще раньше. Какие семена, каких цветочных растений посеять, многолетних, когда посеять, однолетние, которые чуть попозже. Например, вот если астру мы возьмем сеять, то мы должны понимать, что если мы ее посеем слишком поздно, то она потом, концу сезона зацветет, где-нибудь там в конце августа, и может не завязать семена. Поэтому вот вы уже в зависимости от своих условий делите и сроки посева, а сильно не придерживаетесь моих дат. Иногда я тут вас посылаю в сад, для того, чтобы вы проверили, как там состояние ваших деревьев, декоративных, плодовых, кустарников, посадок и прочих. Тут поймите правильно, вот допустим, я вам предлагаю, что проверить защиту от солнечных ожогов у ваших питомцев. Ну, я понимаю, что вы эту защиту должны были сделать еще с осени. Но бывает такая ситуация, на март не приходится. Иногда в конце марта мы уже ходим в легких курточках, и снега нету. А иногда в конце марта лежит еще снег 40 сантиметров, и мы никак не распростимся с шубами. Поэтому все может быть в саду. Возможно, вы уже в конце марта решите раскрыть свои розы. Но тут днем жаркое солнце, ночью минусы. Поэтому никогда не пропускайте такие моменты, и, возможно, придется их снова слегка утеплить. То есть укрытие мы основное сняли, но притянить от солнечных ожогов, либо от заморозков следует. Либо старый рододендрон вечный зеленый, которому мы уже не применяем притянки и не укутываем его. И погода такова, что почва еще мерзлая, а солнце уже стоит яркое, высокое, и тогда могут получиться на листьях ожоги. Поэтому, учитывая такую ситуацию, мы едем к себе на участок и опутываем мешковины, либо спонбондом. Ну и всякие прочие тут у меня советы. Вы почитаете и рекомендую использовать вас современные биологические средства защиты для ваших растений, такой как Профит. Допустим, тут два препарата я пишу, что я лично проверила Баверия и Триходерма, и в самом деле работала, и работала очень явно, очевидно, и очень быстро и качественно. Поэтому вот проверила, убедилась и вам рекомендую. Ну и то, что все-таки при посеве обращайте внимание на особенности ваших условий, на особенности культур, на особенности сезона. Тут для тех, кто ориентируется на Луну, я пометила дни, которые идут совершенно плохие, черные. Это, конечно, новолуние, полнолуние. Ничего тогда не делаем, отдыхаем, если вот кто-то так за этим следит. Ну, кого-то сориентировал на хорошие дни. Поэтому читайте, набирайтесь знаний, ничего не упустите. Надеюсь, мои записки в календарные вам помогут. Спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова